Да, вот я, Раш, есть такие люди, как Максим. Я немножко расстроен, что он у нас не победил на выборах. Здесь и сейчас именно те, кто тут присутствует. Надо поддерживать своих лидеров. Максим это, я не хочу ему льстить, это будущее. Будущее нашей страны, потому что наша страна претерпевает глубочайший духовный кризис. Наша страна, скажем прямо, деградирует. Хотя бы в плане культурном и в плане ремографическом. Президент предлагает молодым семьям выделять некоторые суммы, не такие уже большие, для того, чтобы инициировать где-то рождаемость. Я думаю, это мера механическая и она пойдет рикошетом, пойдет мимо. Для того, чтобы была нормальная семья, нужна любовь. Для того, чтобы была любовь, нужна свобода. Для того, чтобы была свобода, необходимы определенные социальные условия. Вот русский праздник, он работал на молодежь. Я об этом буду еще скажу отдельно. Русский праздник помогал соединяться людям. Он поощрял, поощрял наведение связей, упрощение этих связей. Даже страна потеряла дух праздничного начала. Дух праздничной русской пощенности. Да, у нас бывают праздники, но они часто немножечко вымучены, немножечко искусственные. В них нет органичности, которая была характерна для русского праздника. Это общее видение. Эта книжка написана для вас. И я хочу, чтобы вы ее прочитали и попробовали начать по-настоящему праздновать. По-русски. Почему эта книга сложилась? Именно у меня. И как я к ней шел? Ну, во-первых, здесь играл большую роль Максим, который мне, собственно говоря, даже тему вот эту, не то, чтобы заказал, но как бы подсказал, даже и заказал. Я всегда интересовался русскими праздниками, собирал литературу по русским праздникам, но я не думал, что мне придется такую книгу написать. Я объясню вам почему. Сейчас я просто перед вами исповедуюсь. Дорогие друзья, я всю жизнь живу в Карелии. Я родился в Беломорске, мое детство прошло в Сардновалово-Нанадоге, в Сибири от Екатерозаводске, рядом в Занеже, рядом в Киже, рядом в Садловке, рядом в Алаам, рядом в Эдлазьерии, рядом в Кидлазьерии, рядом в Петеречи, это реки, которые текут по Архангельской области, и Онега, и Пинега, и Двина, и Печора. Вы знаете, я всегда понимал, что это особый край. Это край, где сохранилось деревянное звучство, это край, который взберег для нас блинный эпос, и так далее, и так далее. Это я все знал как бы со стороны. Это проходило где-то мимо моей души, моего сердца. Да, я понимал, что это здорово, русский север. Да, я всегда собирал литературу, связанную с деревянным звучством, с русским фольклором, но совсем недавно я как-то по-новому это все почувствовал. По-новому. Я понял, что мое отношение к русскому северу было поверхностным. Оно не затрагивало корней, и не выходило в глубины власты. И вот я к ним властам прикоснулся. Давайте с вами сейчас порассуждаем. И я хочу, чтобы вы прониклись любовью к русскому северу. Я уверен, что вы еще недостаточно понимаете, на какой длинной земле вы живете. Ну, давайте вспомним наши истоки. Вспомним наши истоки, так? Ну, давайте возьмем начало Руси, как в качестве отчета, возьмем принятие христианства. Значит, 10 век, так? Так, хорошо. Мы принимаем христианство через Сарьград, через Византию. Византийская культура, есть предложение культуры эллинской, так? Через Византию проходит много культурных линий. Ну, во-первых, линия греческая, греческая линия, понятно, да? Она, вообще, эта линия начинается на острове Крит. Критская цивилизация самая древняя в этом регионе. Византийское влияние распространяется на север, в скифские степи. В скифские степи аккумулируют в себя очень-очень многое. Вот, прежде всего, византийское и эллинское влияние. С востока идет влияние ирано-персидское. Ирано-персидское. И сами скифы, они, в общем-то, иранцы. И вот в степи, в степи в скифской, а мы со скифами очень тесно связаны, вот, происходит смешение культур, синтез культур, так? И архетипы иранские, индийские, арабские, греческие, все здесь оседает, все здесь синтезируется. А что происходит дальше? Дальше идет движение на север. Обращаю внимание, вот это в скифе осело, немножко поднялось на север, и все это было смыто временем. было смыто временем. Там ничего не осталось, кроме хурганов. Да, в хурганов мы делаем раскопки, находим то, что нам надо найти. Но живая культура там была мимолетной. Сменялась одни этносы, другим этносом. А что происходило дальше? Вот эти все архетипы, архетипы разных культур, поднимаются по рекам на север. Поднимаются по Днепру, куда? Киев. Из Киева, тут опять работают реки, в Новгород Великий, в Новгород начинает колонизация русского севера. Эти архетипы подопоют до нашей земли. Через Петрозаводск, вот через этот регион, проходили главнейшие пути новгородцев на север. Туда, в Заволочье, туда, в Петеречье, туда, на северную двину. И вот что получалось? Реки сыграли роль таких мостов, связующих юг с севером. И то, что сюда пришло, здесь осело, осело и сохранилось. Сохранилось вплоть до последних десятилетий. Архетипы, которые имеют колоссальный возраст. Здесь можно, в Новознании, еще совсем недавно услышать дуалистические легенды о том, как мироздание творится не добрым богом, а падшим ангелом. Это иранские мотивы. Здесь мы и сейчас можем увидеть среди карабельских игрушек, каракопольских игрушек, можем увидеть формы, восходящие к рискокультуре, берегине с поднятыми руками. Вот здесь у нас на ложке, это живопись Ушакова, вот этой берегине. Это скифский мотив, характерный для нашей северной вышивки, для нашей северной игрушки. Вот у меня скифский гонек, а там просто, это показано на фотографиях, это сходство, это перекличка. То есть, без привлечений, север оказался, если хотите, аккумулятором, так, селектором в северную культуру. Это уникально. Потому что здесь эти пути, прежде всего речные пути, они здесь пресеклись. В силу физических, в силу природных условий. И поэтому культура здесь богатейшая. Культура здесь богатейшая. И это надо понимать, надо чувствовать, что мы, мы наследники и греческой культуры, и скифской культуры, а через скифы и раны индийская культура. И когда мы изучаем народное творчество, будь это прялки, вышивки, когда мы изучаем народный фольклор, блины, баллады, песни, сказки, мы видим, как там проступают архетипы всех вот этих культур, которые я сейчас присутствую. Это несметное богатство. Когда я это понял, я стал пристанно изучать и деревянное творчество, и народный фольклор, и перед тобой стала проблема представить, представить модель мира, которая вот здесь была народом принята. Вот что такое модель мира? Представление Вселенной как о целом. Человек, существо универсальное. Человек не удовлетворяется тем, что ты видишь перед своими глазами, каким-то маленьким локусом, маленькой областью. Человек хочет увидеть мир как универсум. Человек хочет увидеть мир как целое. И создает модель мира как целого. Вот, и эта модель находится в отражении в том, что народ делает. Прялка — это космологическая модель. На вышепях мы видим космологические модели, скажем, в образе древа жизни. Древо жизни — это великий космологический архетип. Инновариантный для всех мировых культур. Но вот здесь в живом виде, вот только на севере он существовал до недавнего времени, в живом виде. Вот. Я стал изучать. Стал изучать я. И я понял, что вот народная модель мира, народная модель мира, ярче всего проявляется в праздничных дней. В праздничных дней. Вот я об этом сейчас буду говорить. Это самое главное. Праздник — это не просто веселье. Праздник — это утверждение народного мировоззрения. Это манифестация. Манифестация именно народной модели мира. Вот здесь народ обнаруживает именно свое мировоззрение. И мне очень хотелось его понять изнутри. Прочувствовать его. Я буду сейчас вам об этом как раз и говорить. Давайте, для того, чтобы эту модель прочувствовать через праздник, вспомним некоторые сонные истины. Да, наш народ принял христианство со всей искренностью, со всей детской непосредственностью. Почему я говорю детской? Народ был очень молодой. Очень молодой. Ну вот смотрите, давайте сравним. Греки. Ну, греки принимают христианство. И вы знаете, что наша церковь — это греко-православная церковь. Католики, они латиниями. Это римская ветра. Римская ветра. Мы идем за Платоном. Католики идут за Аристотелем, грубо говоря. Помните фреску Рафаэля, финская школа, где Платон указывает рукой на небо? Вот мы идем за Платоном. А Аристотелем указывает рукой на землю. Запад идет за Аристотелем. Запад заземлен по сравнению с нами. Вот такая схема. Хорошо. Вот мы принимаем христианство. И чем отличие от греческой рецептии христианства? Греки — народ с великой культурой. У греков был Платон. Ведь часто Платона изображает среди русских святых. Или просто среди православных святых. Почему? Платон же язычник. Платон — это IV век до н.э. Как он попадает в святцы? Почему его изображают с ним? Потому что Платон очень многое предсказал христианство. И вообще он был бы получат чтиться христианам. Хотя не всеми. Есть мыслители христианские, которые его отвергают. Читают в христианском. Но наши отцы церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Слатауст, они были платониками. Они были платониками. Значит, смотрите, в Греции семена христианства падают до почвы, подготовленные Платоном. Это народ уже умудрённый. Народ, имеющий грандиозный опыт. Да, народ создал свою великую мифологию. Что может быть прекраснее античной мифологии? Эта мифология постепенно вытесняется христианством. Но вспомнил он, скажем, миф об Орфее. Великий миф о том, как Орфей спускается в Аид и пытается воскресить свою любимую евредику. В первых веках христианства имели хождение монеты, где изображение Орфея было подписано Христос. Христос воскресе из мёртвых. Орфей воскресает из мёртвых евредику. Это очень близко, это очень созвучно. Эллинская мысль как бы предвосхищает христианство, как бы предсказывает его. Это тоже своего рода пророчество. Вот есть ветхозаветные пророки, а есть пророчество другого типа. Ну, скажем, вот Изида, воскресающая Азирис, это тоже пророчество христианства. И не случайно сетоветки Изида с Азирисом, скажем, в Кольском соборе, подаются как изображение Бога Матери. Хорошо. В России, в России, семна христианства падает на совсем другую почву. На почву ещё не взорыхленную. На почву ещё очень молодую. У нас мифология пока весьма и весьма наивная, но крайне интересная. Греция уже испытала не один кризис мифологического сознания. И поэтому греки легко расстались со своей мифологией. Вот я хочу вам напомнить такой сюжет из «Жития Параскевы Пятницы». Параскева была красивейшей девушкой. Вот она отказывалась поклониться языческим богам. А среди языческих богов был, скажем, Аполлон. Вот это идолы только. Её мучают, её терзают. Хотя он не влюблён, вот начальник войска, подвергающий её терзанию, он не влюблён. Но всё равно её мучает. А к ней ночью приходит помощь. Ангел слетает к ней с орудиями страстей христовых. И она утром, истерзанная, в крови, она ещё более красиво перед своими учителями. Они ведут её в языческое капище и требуют, чтобы она поклонилась языческим богам. Она прикоснулась к штатуе Аполлона, и он падает. И разбивается в прах. И следом все статуи падают. И там могли быть шеневры, там могли быть творения и Фидия, и Проксителя, и Нирона. Правильно, да? То есть вы видите, что здесь через жильё показывается, что христианство в Греции, на земле Греции, как принимается? Через отказ от языческого наследия, этот отказ категоричный. Порушение статуи. И тут был нанесён огромный ущерб языческому искусству Эллады, классическому искусству Эллады. И здесь христианство имеет бриллионную юную переднёровую культуру. На севере ничего этого не было. Наш народ простодушен. Он с удовольствием слушает евангельские рассказы, и при этом он продолжает верить в своих христианских богов. Пожалуйста. У нас на севере был культ богини Макоши. Культ богини Макоши, так? Это богиня, которая отвечает за женскую судьбу. Женская судьба, это особая судьба, это не то, что судьба мужчины. Женщина продолжает род. В её руках нить. Нить, обычная нить, да? Но она приобретает метаврический смысл. Это нить поколения, это нить связи между настоящим и будущим. Но вспомним, вспомним греческих богинь, которые назывались Пайр, парками, то есть Мойрами, Мойрами, а в Риме парками. Вспомним Норгн из Исландского эпоса. Вот Макоши, она подавительствует приидению. А приидение это что? Это создание нити. И нить обретает смысл какой? Философский смысл. Это символ, символ, да? Естественно, что Макоши отвечает за будущее, поскольку она воплощает материнское начало, мать должна знать о том, что ждёт её сына. Поэтому Макоши подразительствует гаданием, Макоши связана с вещанием будущего и так далее. Она, естественно, поощряет плодородие во всех его формах. Плодородие земли, плодородие скота, плодородие человека. Это богиня вегетативного начала. Хорошо, приходит христианство. Вот та же самая Параскема, Пятница. Смотрите, она была с окружительностью статуи, статуя Итолы, скульптура чужда христианства. А на север она приходит в образе статуи. Вот для севера характерны именно деревянные изображения Пятница Параскемы. Между прочим, как и изображение Николы Божьего Богугодника, знаете, нашего Никола Божайски, вспомните, очень характерный сюжет. И вот Николы тоже называли Параскемами, хотя там мужской образцы называли Параскемами. Параскемами называли все структуры. И наш народ как-то совмещает, совмещает культ Макоши и Параскемы. Очень многие реалии, связанные с Макошей, ассимилируются культом Параскемы. Два культа сливаются. И вы можете в северной избе видеть следующее. Красный угол, иконы Параскемы, а на полотенце вышита Макош. Вот это один случай. Другой случай. Бог Велес. Но вы знаете, что когда наши русские приходили в Царьград, они клялись двумя богами, Перуном и Велесом. А византийцы клялись уже именем Креста. Там уже христианство, конечно, утвердилось, сами знаете, когда, со времен Константина Великого, 4 век. Хорошо. Велес, кот и бог. Очень был популярен на русском севере. Ну и, собственно говоря, на советских времен этот культ дожил. Да и сейчас кое-где он сохраняется, говорят, одно какое. Велес, кот и бог. Вот. Связано еще и с культом медведя. Это тотемный культ. Ну что же, надо отменить культ Велеса? Нет. Нет. Культ Велеса переходит в культ власия. Созвучие, да? Языческий Велес. Крестьянский власий. Опять контоминация. Опять наложение одного образа на другой образ. Бакош становится проскевый. Велес становится власием. Перун становится Ильей пророком. Причем вот новые образы, они именно соединяют, синтезируют языческий крестьянство. Вот эта ситуация, эта двублановость называется двоеверием. Двоеверием. Это самое главное для того, чтобы понять народную культуру русского севера. Двоеверие. С точки зрения ортодоксальной церкви, это что-то плохое. Не чистое христианство. Как бы загрязненные элементы физичества. А в моих глазах, в моих глазах, да? Как раз двоеверием, это самое-самое интересное. Самое-самое замечательное. Я люблю христианство как таковое. Ортодоксальное христианство. Вот у меня есть книга «Вселенские соборы». Она «Вселенских соборах» как раз и утверждалась ортодоксия. Но я считаю, что народное христианство, оно не совпадает с официальной версией христианства. Народное христианство еще богаче, еще тоньше, еще глубже, чем христианство официальное. В народном христианстве реализовалась дополнительность языческого христианства. Официальная церковь боролась с язычеством. Ну вот я сейчас скоро пойду в Ростов-Великий, Абрайан Ростовский. Вот идет в Царьград на поклонение святыне в Царьградске. Проходит пять верст и восстанавливает. И кто-нибудь Иоанн Богослов, ему является, до XI века, да? Вручает ему копье и говорит, вот этим копьем ты должен порушить статуи Велеса. В Ростове-Велика был культ Велеса. Там стоял какой-то невероятно крупный идол. И скорее всего, что там была какая-то технология использована, потому что из ноздрей этого Велеса израгалось пламя. И глаз тоже огонь, да? И это развивалось очень сильное впечатление. И он порушил этого Велеса. На зевере народ не рушил Велеса. Да, конечно, приходилось что-то, может быть, ликвидировать, но в душе народ сохранил вот это двуплановость. И это замечательно, замечательно. Вот здесь уже проявилась толерантность народного сознания. Шарода его совмещения. Не отрезать старое, не отказаться от него раз и навсегда, а переработать его и в переработанном виде совместить с новой картиной мира. Двоеверие — это наше богатство. Ему не надо удивляться. Ну, вот вам пример двоеверия. Так, народ наш, да, строит шатровый храм, который так был любимый на русском севере. Шатровый храм, который взимывает в небо, который вырабатывает доходную подъемную тягу, не обращенный к Богу. Ну уж, только глубоко верующий человек мог создать такое чудо. И вот рядом живут сковороки. А кто такие сковороки? Это реликты язычества. Это бывшие жрецы, бывшие волхвы, так называемые, которые вот изменили свое облогу. Они изменили, а, скорее всего, трансформировали. Теперь это артисты, теперь это художники. Но в их игре, в их игре, вот, выходит наружу языческая основа, языческая основа. Народ наш очень любил сковороков. Их изгнали из Новгорода, их изгнали из Москвы. И вот на русском севере не осели, и продолжали своими гудками, своими сапелями, своими гуснями веселить народ до последних времен. И очень много у нас сковорожевских имен, и топонимов. Вот, пожалуйста, строить шатровых храмов и давать убежище сковороков. Это совмещается. Это совмещается. Вот народ наш был терпимым к тому, что он находится за порогом официальной церкви. У нашего народа был, еще раз повторяю, был свой образ Христа. И этот образ совмещался с языческим пантеоном. И это очень органично, это очень естественно. Ну вот, как раз в русском-то празднике и обнаруживается, обнаруживается вот эта модель мира. Давайте я сейчас его вот так вот технически пройдусь, и это вам как-то попробую рассказать конкретно. Ну вот, начинаем зимний праздник, так, святки. Святки. Вообще, вот, праздник, праздник всегда должен проходить на границе между мирами. Вот обратите внимание, настоящий праздник, да. Есть два мира. Вот есть наш мир, проявленный, доступный, который мы ощущаем, которому приводится наша непосредственная жизнь, наша деятельность, так. И есть другой мир, скрытый мир. Это может быть мир усопших. Это может быть мир еще не воплощенных душ. Так или иначе, это единый мир. Если хотите, наш мир, это предизеркалье, предизеркалье, да. А тот, другой мир, это зазеркалье. Вот. Сразу выявляется, что модель мира двууровневая. Есть здесь, есть там. Есть наше, есть иное. И вот праздник, он приурочен именно к этой границе. К этой границе. Праздник есть взаимодействие двух уровней бытия. Явного и скрытого. В будни, в будни только один уровень задействован. Наш. Обыденный уровень. В празднике мы осуществляем прорыв в другую реальность. Святки. Святочные гадания, вообще, святочные игры. Что происходит в святке? Ну, это праздник, связанный с Рождеством Христова. И, как говорит народная легенда, разумеется, это не Евангелие, это не Отцы Церкви. Как говорит легенда, в общем-то, Христос, когда родился Иисус, Бог-Отец, когда родился Его Сын, еще не Иисус, еще не Христос, это просто Бог-Сын, и когда Бог-Сын воплотился, вот это уже Рождество Христово, да? Вот. Вот в честь Рождества Христова Он выпустил всякую нежить, чертей, бесов вот наружу, и они свободно гуляют по миру. Святки-святки, как бы, вот это скрытая реальность в ее негативном плане. Церковщина, чертовщина. Она, она становится явной, становится явной. Поэтому на святке человек, как бы, вот утрачивает, утрачивает нормы христианского поведения, он заигрывает с темной силой. Что такое гадание? Гадание, оно осуществляется именно благодаря темной силе. И девушка, которая гадает, она, она вступает в противоречие церковной догмы. И обычно, после вот гаданий святочных, очень долго замаливается грех гадания. С одной стороны, запрет на гадание, с другой стороны, этот запрет снимается. Праздник снимает запреты. Праздник снимает за мной, летая. И вот девушка гадает, вот я очень люблю гадания, связанные с зеркалом, когда два зеркала состоят против друг друга, открываются бесконечные перспективы с той стороны. И вот там, в конце, надо увидеть жениха. И нужно произвести определенные действия, для того, чтобы это, значит, закрепилось, вот это видение. Вот это очень магично, это очень таинственно, это очень мистериально. И самое главное, это греховно. Но грех этот поощряется. Это народная традиция. Вы понимаете, что происходит? Сегодня ты грешишь, это сознавая, сегодня ты нарушаешь нормы церкви, завтра ты придешь в церковь и заморишь свой грех, и как бы все, ты прощен. Вот видите, жизнь на двух уровнях, жизнь на двух уровнях, да? Эта жизнь очень интересна, она гораздо богаче, чем жизнь на одном уровне. А святочные ряженые, святочные ряженые, кто такие ряженые? В общем-то, конечно, это могут быть твои соседи, это могут быть жители ближней деревни, но такое условие, что ты, ты, да, не узнаешь знакомых людей в ряженых. Вот это такое самоунушение, это другие, это гости из иномира. И чаще всего это предки, предки. Вообще в праздниках очень сильно проявляется культ предков, так? И вот они приходят в дом, и вот они должны быть приняты, они исполняют колядки, ну, какие-то колядки, это может быть связано с колядованием, не обязательно. Вот они совершают различные родообряды, скажем, бросают зерно в избу, не переступая порога. И это связано с верой, что предки, они ведь, они где? Они в земле. Они в земле, так? Вот. Они в могилах. Но земля, она и могила, и колыбель. Земля, она биварентная. Земля, она принимает ее усопших, и она же дает новую жизнь. Она дает новую жизнь. Вот это великий архетип вечного возвращения, подсказанный жизнью растения. Это растение убедает, это смерть, и когда оно весной воскресает, это новая жизнь, это новая жизнь. Вот все великие мистерии, мистерии из Идрея Зириса, мистерии Архея Вредика, конечно, лексиинские мистерии, это персевоны и деметры, они связаны с этим циклизмом. И вот по народному убеждению, усопшие, усопшие, предки, они ответственны за урожай. И они в большей мере помогают получить хороший урожай, чем пахарь, работающий на поле. Потому нужно иметь контакт с предками. Нужно как-то их задублить. Нужно их, во-первых, помнить. И эту память нужно отмечать, что и происходит во многих праздниках. Ряженый символизирует гостей с того света. Вот этот урожай здесь проявился со всей очевидностью, со всей внятностью. Ну вот я очень люблю, скажем, Масленицу. Вот Масленица, она тоже связана с аграрной магией. Что такое аграрная магия? Это магия, направленная на повышение плодородия. Ну, прежде всего плодородия и земли. Но надо брать шире. Аграрная магия – это вообще так называемая фертильная магия. Фертильная магия – это понятие более широкое, чем аграрная магия. Фертильность – это благоношение на всех уровнях. И благоношение животных, и растений, и человека. Фигура Масленицы. Фигура Масленицы. Вот, смотрите, сколько с этой фигур стоит. Прекрасный праздник. Масленица. Она символизирует ушедший год. Я хочу сказать, что, когда мы приняли христианство, у нас произошло священие календарное. И, в общем-то, ведь раньше русские отмечали Новый год весной. Весной, так? С миром, который устарел, с миром, который подвергся хаотизации. И вот надо, чтобы родился Новый мир. Так, Масленицу встречают радостно. Это очень красивый ритуал, когда она возится на санях в деревню. Огромная статуя. Очень возможно, что за сажением Масленицы стоит реликт прикисения человека в жертву. Вот эта кукла громадно изменила человека, который переносился в жертву при наступлении Нового года. Скорее всего, что так и было. Теперь живой человек замещен вот такой персоной. Обычно используют здесь соломы и так далее, и так далее. Хорошо. Масленица — это обновление мира. Масленица, однако, самогонична. Из старого мира рождается новый мир. Хаос. Хаос связан с обетшалостью уходящего универсума. Хаос превращается в космос нового универсума. И как раз в это время происходит празднование новоженов. Святки. Молодые люди встречаются. Встречаются на беседах вечерних. Они знакомятся. Все дело в сфере того, чтобы это знакомство стало прочным. Вместо яд заключаются свадьбы, заключаются брачные союзы. А Масленица — это праздник новоженов. Праздник вообще ориентирован на молодежь. Я замечу, что и в святки тоже. В святки три дня народ погулял, взрослые люди. А святки дольше лягутся. Взрослые возвращаются к работе, а молодежи разрешают гулять. Молодежь свободна от работы. Для чего? Для того, чтобы они больше знакомились друг с другом, чтобы они друг к другу влюблялись. А Масленица уже закрепляет. Закрепляет семью молодую. Происходит так называемое гостевание, когда вносится визит к родителям невесты, к родителям жениха. Теперь это уже муж и жена. И, конечно же, поощряется дедорождение. Делается все для того, чтобы молодые как можно быстрее принесли новые жизни в мир. В этом празднике тоже обнаруживается некоторая двуклановость бытия. Есть ушедшее и будущее. И нужно как-то на этой границе проявлять активность. На этой границе нужно действовать. Но я не буду здесь говорить о всех праздниках. Я выбрал для анализа только те праздники, которые наиболее четко проявляют двоеверие. Ну, пожалуйста, ночь на Ивана Купала. Вот наш день зимнего, день летнего солнцестояния. День летнего солнцестояния, когда солнце находится в пике. А народ умел выделять такие узловые моменты. Новый год, день зимнего солнцестояния. Ивана Купала, день летнего солнцестояния. Это время, когда, опять-таки, границы между мирами двумя становятся проницаемы. Это время, когда силы скрытые, силы потаенные выходят наружу, активно действуют. И с ними можно вступать в контакты. Но вспомните предание про цветок папоротника, который только в Иванову ночь раскрывается. Это несколько мгновений. Цветок, который открывает клады. Цветок, который помогает вообще понять мир. Вот это вот цветение папоротника, оно обнаруживает эту двуровневую структуру бытия. Вот для Ивана Купала особенно характерно снятие социальных табу. И в этом плане, день Ивана Купала, он очень напоминает Дионисийские празднества Древней Греции. Что такое Дионисийские оргии? Вот греки, они любили бога Аполлона, правильно, да? Аполлон. Это что такое? Это космос. А космос, что такое космос? Это порядок. Слово космос означает строй, гармония, порядок, мера. Это категория эстетическая. Так, Аполлон это свет, Аполлон это разум, Аполлон это определенность, Аполлон это форма, Аполлон это соразмерность. А Дионис? Это начало хаотическое, начало иррациональное, начало безумное. Вот Великий Ниша написал книгу про схождение трагедии из духа музыки, и говорил, что вот греки двойственно, что у греков есть культ Аполлона и культ Диониса. Так вот, во время Дионисии, народ снимает все социальные табу, облегчаются контакты между мужчинами и женщинами, между девушками и парнями. Как бы вот снимаются запреты, которые характерны для обыденного времени. Ну, кто-то скажет, что это аморально, но как вот показывает опыт, вот когда люди встречались, интимно встречались в ночь на Ивана Купала, то это были наиболее прочные, наиболее крепкие браки, и они как раз, это были браки, где рождалось много детей. Значит, вот есть какой-то смысл в этом раскрепощении, в этом снятии социальных табу, в этой свободе, это свобода промоискуитетная, когда еще народ не знал, что такое семья, когда отношения между парнями были совершенно свободными, хаотическими. Вот это возвращение первозданности, возвращение в начало, в этом блона, из которого вышло человечество. Иван Купалов в этом плане очень интересен и очень характерен как праздник. Ну вот, я не буду сейчас у вас занимать много времени, скажу только одно, что здесь вот рассматривается, это как называется у меня глава, праздник как модель мира, народный праздник и дух свобода. Конечно, праздник это свобода, праздник нельзя инспирировать, праздник это коллективное творчество, когда народ, народ, вот действует как некая единая сила, как некий единый сверхорганизм. И для праздника характерно, это хорошо показал Бахтин, для европейского карнавала, то же самое мы наблюдаем у нас в России, праздник снимает все социальные иерархии, все социальные противоположения, верх и низ меняются местами, царь и раб уявляют свою эпивалентность. Праздник бросает вызов социальной несправедливости. В празднике эта справедливость пускай на уровне игры, но она торжествует, торжествует, все равны, все свободны. Конечно, праздник очень тесно связан с игрой, игровое начало, игра. Что такое игра? Вот человек, когда он не играет, он не свободен. Игра – это избыток наших энергий. Мы вынуждены зарабатывать на хлеб, мы вынуждены трудиться, мы функциональные существа. Когда у нас все есть, то если мы не устали, если не умытались, мы начинаем играть. Игра не заинтересована, игра неутилитарна, игра долегается большими пользой. И вот в игре как раз и раскрывается творческое начало человека. В игре как раз и проявляется свободный дух человека. Игра – значит быть свободным, быть свободным – значит играть. Бог творит мироиграючи. И, конечно, праздник – это грандиозная игра, в которой участвуют все. Это единое поле радости, единое поле творчества. Войти в это поле – это очиститься, это пройти через так называемый катарсис, это греческая категория, связанная с разным, так сказать, раскрепощением, освобождением. И праздник – это есть высшая форма игры. Вот я здесь говорю о связи праздника с космогонической мифологией, о связи праздника с Карпагоне, Карпагоне – это возгонка плодов и так далее, и так далее. Короче говоря, вот в этой книжке очень много таких лосовских разделов, инверсий праздника. Ну вот праздник переворачивает полюса, праздник инверсирует ценности. Вот обо всем этом книжке у меня рассказано. Так вот, я хочу сказать одно. Наш народ умел праздновать. Праздник – это мистерия. Праздник – это действо. Действо. В котором вот нету равнодушных. Понятие зрителей и участника, зрителей и актера здесь релизируется. Ты и зритель, ты и действующее лицо. Вот. И эта вовлеченность в эту стихию праздника, она делает людей счастливыми. Праздник как бы напинал людям про рай. Рай или утраченный, или рай, который нас ожидает в будущем. И вот наши северные праздники, они очень философичны, не очень философичны. Но, конечно, сейчас это какая праздника? Какая, конечно, сейчас это праздник. Все-таки большинство праздников связано с чем? С торжеством жизни над смертью. Большинство праздников, но все равно на то, чтобы жизнь продолжилась. Вот. Обеспечить продолжение жизни. Человек, он отвечает за космос. Вы видите, Новый год, да? Старый мир устал, так? Старый мир устал. Вот. Он отдрехлел. И интересно, что в это время табуируется совершать работы, но, скажем, связанные с круговращением. Нельзя работать на мельницы. Жорно вращается, да? Нельзя заниматься придением, веретено вертится. Нельзя сбивать масло. Это тоже вращательное движение. Космос вращается. Космос должен сам. Он как бы останавливается, он замедливается, он устал, он отдрехлел, он придерживается амортизацией. Вот нужно остановить себе свои работы, связанные с круговращением, чтобы космос сам пришел в новое движение. Но, но, разрешается праздничное круговращение. Например, хороводы. Хороводы, да? И что такое хоровод? Что такое хоровод? Вот ты вращаешься в хороводе, это как бы шестерня вращается, а тут рядом еще и другой хоровод. Вот бывает, что каждая деревня имеет свой хоровод, и когда смотришь это сверху, это как бы целый космос перед тобой, целая гармония сферы, гармония орбит, так? Что должен сделать хоровод? Привести в движение мир. Вы знаете, вот такое было раньше понятие пускач. Маленький моторчик, который запускал большой мотор. Да? Так вот, хоровод это как бы пускач, который должен задействовать космический механизм. За здоровье чувствовал свою ответственность за космос. И космос должен вращаться. Космос должен находиться в своем циклическом движении, для того, чтобы рождались растения, рождались животные, рождались люди. Праздники, они космогоничны. Праздники, они космогоничны. Праздники утверждают энергетику бытия, и праздники бросают язык в небытию. Вот в этом заключается и властовая праздника. И вот праздники характерны для всего русского народа, но вот на русском севере, русском севере, они появились наиболее ярко, наиболее выразительно. А самое главное, они вот здесь очень многое сохранялись. Постепенно вы видите, что происходило южнее нас. Городская культура вымывала крестьянскую культуру. Это все ведь крестьянская культура. Это культура земля Парса. А вот здесь вот она, эта культура проявила консерватизм, и здесь она вот выдавала до последних моментов, пока она не была уничтожена вот советской действительностью. Я хочу сказать, что мы сейчас живем во время очень такое непраздничное, серое время. Ну, так уж получилось, что Россия потускнела, Россия здорово облиняла. И это грозит нам просто уходом в небытие. Это очень серьезно, очень серьезно. Вот обратите внимание, что вот, например, сейчас и сегодня, какие вот народные праздники Японии полностью сохранились. Праздники их в Китае, они такие, как и тысячи лет назад. Мы пытаемся разорвить массивницу, но вы понимаете, здесь очень много уже искусственного, это очень много здесь уже чего, да? Это инсценировки. Вот мы потеряли вот этот фермент праздничный, вот этот импульс. Если мы его не вернем, то нам надо подумать о том, неуслепить ли место народам с юга, с востока, да? Ведь есть такой анекдот, да? Как говорится, на границе Финляндии и Китае все спокойно. Поняли намек, да? Надо учиться праздновать. И вы, молодежь, празднуйте. Да, вы живете в серую эпоху, в тусклую эпоху. Добавляйте мне ярких разок. Я думаю, что это не погибло. Знаете почему? В основе праздника лежат архетипы. Я не буду это понятие сейчас раскрывать. Архетипы – это ключевые структуры, мировые культуры. Это понятие, которое Карл Юнг наполнен новым смыслом. Архетипы живучие. Вот часто в молодежи культуре проявляются архетипы, которые в празднике присутствовали, проявляются в новой форме. Вот если эти архетипы вам удастся разбудить, вы произведите праздник. Не обязательно все формы, какие он был. Старый не вернешь. В другие формы. Но это будет такой же праздник. Те же самые архетипы. И та же самая идея. Помочь миру вращаться, помочь жизни продолжаться. Ну вот это я закончу. Может быть у вас есть вопросы ко мне? Пожалуйста, да. Ну я и так много говорил. Вопросы есть? Пожалуйста. Космос русского праздника. Вот недавно была презентация книги Новгород, Великий Русский Север. Это вот продолжение моей работы по русскому северу. Пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok